Приветствую! Сегодня поговорим об очередном прекрасном заявлении Михаила Подоляка по поводу того, что людей, которые выехали из Украины во время военного положения и мобилизации, нужно вернуть в Украину. И для этого надо подумать о том, какие условия нужно им создать там за границей, чтобы они вернулись в Украину и начали защищать страну. И вот в этом заявлении я вижу несколько таких, знаете, пластов юридический, политический и содержательный. То есть, что за этим кроется на самом деле? И вот последний, содержательный, на мой взгляд, наиболее важный. Но начнем по восходящей, с наименее важного элемента, с юридического. Если мы говорим о том, что государство хочет принудительно кого-то вернуть в Украину, то для этого есть только одна процедура. Процедура экстрадиции. А чтобы запустить эту процедуру, здесь в Украине в отношении этого человека должно быть уголовное производство и, соответственно, обвинение его в совершении какого-то преступления. Только после этого можно передать эти документы в другое государство и там, в соответствии с международными договорами Украины, то государство, правовая система того государства будет уже рассматривать этот вопрос. И, как правило, этот вопрос рассматривают суды и они решают выдавать человека или не выдавать. И, соответственно, еще раз, для того, чтобы вернуть человека путем экстрадиции, это должен быть преступник. Ну, а мы же понимаем, что абсолютное большинство людей, которые выехали в это время, это же не преступники. Это люди, которые выехали там, потому что у них инвалидность, потому что они сопровождали человека с инвалидностью, потому что они сопровождали человека, который нуждается в уходе. Возможно, они сами непригодны к воинской службе. И вот здесь вопрос, а как мы будем запускать экстрадицию в отношении этих людей? Да, безусловно, в Европе есть же и люди, которые здоровые, которые выехали, никого не сопровождая. Но это, в первую очередь, кто? Это те люди, которые оказались на временно оккупированных территориях, и они, соответственно, да, в определенный круг, да, такой, они оказались в Европе, бежав с тех оккупированных территорий. И теперь мы хотим что сделать? Их вернуть. И юридически это, конечно же, не получится, потому что механизмов нет. Ну, мы не можем этих людей обвинить в том, что они совершили какое-то преступление. А что получается дальше? Получается, включается политика. И уже на сегодняшний день мы увидели, как политика включилась, и в Европе, к удивлению, открывается окно Авертона. Авертона, Эстония. Эстония сказала, что окей, если Украина запросит, мы будем помогать ей в возврате украинцев. Почему? Потому что, ну, мы же дружим, во-первых, странами, да, у нас совместные политики, так сказать, есть определенные. И мы знаем, где эти люди живут, мы знаем, где эти люди работают, и мы можем, соответственно, помочь вернуть их в Украину. Вы знаете, мы обсуждали подобный вариант развития событий, но мы всегда с вами, ну, ладно, мы чего там мы, да, это же я разделяю ответственность, пытаюсь с кем-то разделить. Я, я всегда говорил, что Европа, что, я искренне надеялся, что Европа, которая, как бы, несет наивысшие ценности, так сказать, Европа в этой ситуации скажет, что нет, мы не будем возвращать людей в страну, где идет война. А получается, Европа говорит, ну, окей, мы же дружим в политическом смысле с вами, и поэтому мы в этом поможем. И вопрос, а что дальше? А дальше лишат возможность бесплатного проживания, лишат выплат каких-то социальной поддержки, да, а дальше может быть и лишение мест работы для тех, кто работает, да, ну, то есть события могут развиваться вот таким путем. И если раньше мы думали, что нет, такого не должно быть, то теперь окно Авертона, вот это, оно открылось. Это политический аспект, да, что мы видим, что мы, наше государство может договориться с другими государствами, и они будут помогать вот такими методами, да, методами, которые там в плане экономики, наверное, скорее лежат, да, ограничение выплат, там, сложности на работе и т.п. И в итоге ты вынужден будешь поехать обратно в Украину. Ну и теперь к самому важному, к содержательному моменту. Что же кроется за такими заявлениями? А такое заявление, напомню, до подалека делал Умеров, который говорил, что да, надо вернуть. До Умерова это делала безуглая, причем безуглая закидывала мысль о том, что нужно вообще этих людей лишать гражданства, лишать имущества, которое осталось у них в Украине. И потом она еще там такое дополнение сделала красивое, что, мол, а давайте мы это имущество будем отдавать военным. Тем семьям, кто защищает Украину. И мне кажется, что все это неплохо укладывается в политику разделяй и властвуй. И мы видим, что есть политики, которые, ну, как мне кажется, причастны к этому. Потому что, когда мы начинаем говорить, что есть украинцы, которые в Украине, и есть те, которые выехали, и вы же посмотрите, под каким соусом это подается, мол, посмотри, а что это они выехали, они там в мире живут, пособие получают, а мы тут что? Пусть возвращаются сюда, либо мы их заберем, у них имущество. И это имущество мы передадим семьям тех, кто погиб, защищая Украину. Но что это? Это социальная защита тех, кто погиб, защищая Украину? Нет. Если вы хотите защитить их, ну, пожалуйста. Может, покупайте меньше дорогостоящих автомобилей госслужащим, а эти деньги направляйте на соцзащиту военных. Нет, здесь же не про соцзащиту речь идет, здесь идет речь о том, чтобы настроить одну часть общества против другой части общества. И это ужасно. А кроме этого, есть же не только такие заявления, да, есть заявления по языковому характеру, да, когда мы говорим, что вот эти все русскоговорящие, вонышны тиею мовою спелкуются, и, наверное, они агенты Кремля, и таким образом мы еще раз делим людей. Но мне кажется, что это неправильная политика, мягко говоря. Ведь если страна стоит перед экзистенциальной проблемой, да, когда приходит другая страна, которая, более того, в количественном выражении, более сильная, да, то есть там больше людей могут воевать, и нам ведь, чтобы выстоять в этой борьбе, что нужно сделать? Да ну все понимают, объединиться. Мы едины должны быть. И у нас не должно быть вообще каких-то разделений. Мы должны, ну, сплотиться, объединиться, и только таким образом, только все вместе мы сможем выстоять. А когда у нас политики с экранов телевизоров, причем, ну, не просто там Вася какой-то, да, депутат Цельрада это говорит, а это же политики национального уровня, которые знают во всей Украине, они делают такие заявления, которые направлены на то, чтобы разделить людей. Но это ужас. И я же понимаю, что сейчас человек, вот вдумайтесь, какая ситуация может быть, сегодня человек, который еще не мобилизован, да, завтра его где-то окажется, что он попадет под принудительную мобилизацию, которой, кстати, в законе нет у нас, да, ну, его могут силой, мы видели эти ситуации, и уголовные дела есть, да, ДБР возбуждал уголовные производства по этим вопросам. Когда человека силой там в ТЦК, силой отправляют в ВЧ, а что дальше? А вы понимаете, как изменится настроение этого человека дальше? А он дальше скажет, да, да, вот те гадов, которые уехали, надо сюда вернуть. И что? И что? А что будет, когда закончится это все? Когда боевые действия закончатся, когда люди вернутся с фронта, и как они будут смотреть на тех людей, которые не были на фронте, а еще хуже на тех людей, которые выехали за границу? Ведь это же проблема в обществе, которая, она вообще естественным путем может появиться, да, потому что, ну, по понятным причинам, и здесь осуждать нельзя никого. Но вот политики должны же думать о государстве в целом, и должны делать такие заявления, которые погасят, погасят вот этот конфликт, в котором такие заявления, которые приведут к тому, что украинцы будут друг на друга смотреть, как на, не знаю, на брата, да, на человека, с которым они вместе оказались в одной беде, и нужно выбираться из этой беды. Но нет, политики делают такие заявления, которые приводят к тому, что люди смотрят друг на друга уже как-то так с подозрением. К чему это все я говорю? К тому, что выборы рано или поздно они будут. И нам очень важно две вещи. Первая вещь. После вот этих всех заявлений не вестись на них, думать своей головой и смотреть на гражданина Украины, где бы он ни был, как на своего брата, не знаю, громкое пусть слово будет, но со товарища по несчастью, как угодно назовите, но не точно не смотреть на него с подозрением, не видеть в нем что-то другое, что-то чуждое. Смотреть на человека, с которым вы едины. Вы едины, мы все сейчас едины в тех проблемах, которые нас окружают. И чтобы их как-то пережить, да, нужно друг другу помогать. И это первое, что нужно сделать. А второе, выборы будут. И надо сейчас помнить, запомнить в памяти, кто делал те заявления, которые нас разделяют. И на следующих выборах ни в коем случае, наверное, за них голосовать не нужно. Потому что зачем нам повторно приводить к власти тех людей, которые нас разделяют. Они нам не нужны. На этом у меня все. Если вы разделяете мои мысли, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Ну а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok